Всем привет! Вы на канале Ведро Йод Гейминг, меня зовут Александр, сегодня поиграем в робот Варфейрам, яхт Battle 3D PvP FPS, шикарное название для шикарной игры, да? А сделали её, кстати, Azure Interactive, чё это такое за ребятки, можете посмотреть. А World War Heroes, они же сделали выбор редакции, между прочим, то есть Google Play рекомендует среди этого жанра именно эту игру, потому что она топчик, по мнению их, опять-таки же, да. А так, если приглядеться, то здесь какое-то сборище клонов, то есть здесь есть клоны Horror Finder, всякие Call of Duty, динозаврики, опять какие-то хорроры, роботы, снайперы, кораблики, леталочки, космические леталочки, танчики. В танчики в эти играл, они не очень, то есть время на них можно не тратить, но они реально ни о чём. Потом опять гоночки, стрелялочки, потом, короче, клонов дофига, да, даже вон Fortnite есть, жесть. Даже есть вот такие вот танчики, вот эти танчики я уже, к сожалению, не видел. Чё это такое? Танк Battle Royale, чё? Роялка на танках, смотрите, они прямо на парашютах спускаются вниз, жесть. Короче, если роботы нам зайдут, то мы потом это посмотрим, потому что должно быть тоже круто, хотя оценочка не очень. А, в общем, почему я выбрал именно этих роботов? Во-первых, реклама очень много идёт, кто играет во Free2Play и смотрит рекламу в играх, то наверняка видели рекламу именно про эту игру, потому что я уже замучился про неё смотреть, и именно поэтому я, собственно, и начал делать видосик по этой игре, да, скачал, и прям сильно интересно. Во-вторых, конечно же, у меня много в предложке уже игр про роботов, это Battle Titan, War Robots, но они такие, знаете, они прям максимально развитые и очень крутые, и после них что-то смотреть будет, ну, не особо интересно, будет такое, знаете, о, это было в роботах, точнее, War Robots было лучше и так далее. Ну, то есть, вы меня понимаете, после серьёзных проектов какие-то не очень серьёзные смотреть крайне затруднительно, поэтому мы начнём и знакомиться с роботовой темой вот с этой игры, а потом уже будем предложку по очереди смотреть, как-то так, да. А, в общем, последнее обновление 1 июня сделали они, то есть, в принципе, за игрой следят, но не очень там активно, так сказать, ну, и что. Картиночки у нас вот такие вот, то есть, интерфейс у нас прямо из кабины идёт, это клёво, ну, по крайней мере, что я вижу на картинках, потому что в игру я ещё не играл, это здорово. А тут чё у нас? Ну, тут понятно, короче, картинка не имеет отношения к геймплею, просто кнопки налепили на какой-то рисунок, ясно. Тут то же самое, тут то же самое, и это уже начинает немного напрягать, потому что я не люблю, когда меня на скриншотах обманывают, да. Это печально. Ну, вот так вот, да, победил робот, молодец. Короче, скриншоты ни о чём, побеждайте в битвах в мультиплеерном робошутере с потрясной 3D-графикой. Клёво, графика потрясная, это хорошо. 4.3, средняя оценка, геймплей 4.2, графика 4.3, управление 4.2, отзывы плохой, плохой, плохой. Короче, пацаны чё-то хейтят игру, лаги, лаги, лаги серьёзные, постоянно при хода в игру начинают дрожать изображения, если ничего не делать, секунд 30. Ужас какой! Короче, ребятки либо реально решили игру загнобить, либо это последствия агрессивной рекламной кампании, и народ просто сейчас влился и немного не понимает, что происходит. Ну, давайте мы попробуем разобраться, что происходит. Кстати, более 5 миллионов скачиваний, я думал, это какой-то ноунейм-проект, а тут 5 миллионов скачиваний. Если 10% даже людей будет играть от этой суммы, то онлайн будет просто бешеный. Ну, скорее всего, даже и процента нет. Средняя оценка 4.3. Ладно, погнали смотреть, потому что время у меня осталось примерно час. Ну, фига мы зарубимся, круто. Итак, мы продолжаем, мы получили какого-то симпатявого робота с двумя ногами, двумя руками, ничего сверхъестественного. Геркулес, 39 километров в час, максимальная скорость, 25 тысяч здоровьем и 12 тысяч чего-то там, скорее всего, какой-нибудь мощи. Так, чтобы эффективнее в бою, давайте, да, сразу в мясо, да, улучшаем роботом. А тут так, кстати, много роботов всяких разных. Так, что уровень 2, просто увеличивается здоровье и какой-то дропот. Мгновенно. Да, понятно, ускорение за время. Это шикарнейший геймплей, мне это очень сильно нравится. Да, 3 минуты ждать, пока сделается улучшение. Так, давайте посмотрим, что за роботы есть, хотел сказать, танки. Ну, графика мне нравится. Графика прикольная, графика похожа чем-то на какого-нибудь Shadow Legends или как он там называется, не помню. Ну, шутанчик такой был с красивой графикой. Клево. Геркулес, что это такое? Чувак без рук, с ногами без рук. Нормально. Вот это я уже где-то видел. Такой здоровенный танк со здоровым каким-то танком. Говорю, блин, я буду все время их танками называть. Со здоровой пушкой сбоку. Наверное, свой какой-то класс. Я признаюсь честно, играл в War Robots, как только они появились. У меня еще был тогда слабенький телефон, они там сильно лагали. И там было всего лишь танка, блин. Робота 3 штучки, наверное, всего. И там другая экономика совершенно была. Не то, что сейчас есть. Когда мы дойдем до War Robots, мы, наверное, тоже будем сидеть и офигевать. Ну, короче, понятно. Много всяких разных техник. Они особо не отличаются. Две ноги, башка и оружие. Вот этот прям, смотрите, шикарный топовый чувак на 18-м левеле. Что здесь? Всего 18 левелов? Окей. Что тут так? Профиль не защищен. Нам пофигу. У нас, главное, есть крутой робот, и нам больше ничего не надо. Снарядить оружие. Что это такое? Снаряжено. Много всего интересного. Так, ботфлай легкий, драгонфлай легкий. Что это такое? Скорее всего, ракетница. Ну, судя по патронам. И миниганница. Окей. Дрон вейпан. Купить за голду. Неинтересно. Это все можно улучшить. Ну, давайте, наверное, начнем. Куда жать-то? Сюда. Сейчас, скорее всего, будут толпа ботов. Но нас они не остановят. И геймплей мы посмотрим, да. Погнали. Там подсказка была. Энергооружие. Ой, господи. Мы спускаемся. Прямо, смотрите. Ну, это прикольный геймплей. Такого я не видал. Это враги, нет? Нет, это свои, походу. То есть, дроп-от наносит урон. Так, мы можем прыгать. Окей. Где, моя мать, его обучение? Почему сразу в мясо? А мы в нее случайно не играли? Нет, тогда были динозавры. Да, я смотрел игру динозавра. Это была жесть. Все ясненько. Где прицел? Просто стрелять во врага? Ну, я бы не сказал, что это пипец интересно. Так, где перезарядка? Захватить цель приблизить. Вот, приблизитесь. Окей. А где мой витр из кабины? А, обманули опять. Ладненько. Захватить цель. Вот, все. Цель захвачена. Теперь мы лупим тупо в цель. Ну, козуальненько, что я могу сказать? Хорошо, хорошо. Ну, это, естественно, боты идут. Боты, боты. Они даже на меня не реагируют. Живые люди меня, наверное, уже вынесли. А что это такое? Что такое? Оружие действует в какой полусфере? Давайте посмотрим. Ой, оно вообще само, что ли, стреляет? Ну, короче, даже смотреть на врага не надо. А оно само лупит. Ну, нормально. Короче, у нас есть из оружия. Это не ракетница. Это крупный калибр какой-то. Пацаны прям на землю падают. Мелкий калибр и крупный калибр. Скорее всего, разница есть еще в дальности. Ой-ой-ой, меня долбят. Давайте улетим отсюда. За столб. По-королевски за столб спрятались. Продолжаем поливать пацанам. Ну, я не знаю. Это реально интересно. Ну, возможно, кто-то так в танчики начинает играть и говорит, не знаю, это реально интересно или нет. В танки вроде интересно играть. Тут что? Какая-то, знаете, tower defense. Здоровье у нас отнялось, конечно, но... Хитбокс какой-то сильно большой у врага. Просто кто кого перепрыгает. Потому что вернуться от такого прицела, я думаю, нереально. Вон, я даже в полете попадаю. Ясно. Захват цели. Следующая цель. Интерфейс более-менее удобный. Инверсия выкол. А, это еще в приближении. Так, кстати, пичнее даже смотреть. И видно вон подписи патронов. То есть у нас 100 патронов от обычного. И 100 не от обычного. С какого расстояния попадаем? Сейчас, походу, нет. Попадаем все равно. С ботами неинтересно. Я хочу умереть и следующего робота попробую. Давайте сделаем. А, враги вон, смотрите, заканчиваются. Кстати, а... Ой. Не туда стрелять. Захватывает цель, собака. Ебой. Ну, в сухую так долбим. Ну, это первый бой. От него ожидать ничего не стоило. Какие-то пацаны появляются, какие-то не появляются. Можно еще точки захватывать. Но я пока ни одну не видел. Где точки? Скорее всего, вон, вот эти вот столбы, это точки. Ну, ладно, чувак. Я тебя сейчас в ближнем... А, есть ближний бой, кстати, интересно. Тут было бы прикольно. Представляете, да? Так унесешься на быстром-быстром, легком роботе и пила меч себе. Куда-нибудь засовываешь. Не себе ему, точнее, да. Ну, и себе можешь тоже засунуть. Блин. Это прям целая идея по игре по Вархаммеру. Потому что там много ходунов шагающих с ближним оружием. А, такая есть уже игра. Ладно. Лоу. Ну, я же в нее даже играл. Так, обычная награда. Получите полторы. Я не хочу пока ничего получать. Ну, по первому впечатлению, такое себе дам. Где мой дрон? Что это такое? Можно улучшить его. Я, кстати, его не увидал. Что тут есть? Настройки. Чувствительность, эффекты. Ультра-высокий. Счетчик FPS. Камера от первого лица. Что? ХП союзников. Что это значит? Русский. Так, окей. А, где пилот? Покупка этого пилота позволит вам использовать до двух роботов в бою. А у нас что, до одного робота в бою, что ли? Ладно, давайте этим... О, смотрите, мы его не качали. Он сам прокачался, что ли? Или что? Почему он троечкой стал? То есть его можно как-то улучшить. А, мы поставили улучшаться, пошли в бою. Пока мы в бою были, он улучшился. Окей. То есть мы здесь сухие характеристики делаем. Способность прыжок. А у того, какая способность... Вот это мне нравится, что тут способности всякие разности улучшить. Рывок. У одного прыжок, у второго рывок. Давайте за рывок сыграем. Ну, подкупает вот это вот название. Робот Warfare. Прям такой, ну, дизайнерский ход. Такие треугольнички всякие. Что-то напоминает очень сильно. Вот это вот прям вот такие вот мелочи именно и привлекает внимание в первую очередь. Ты качаешь игру и понимаешь, что это дичь какая-то, да. Ну, пока я нейтрально отношусь к игре. В принципе, можно на видосах посидеть, позалипать, посмотреть, какие будут... О, давайте, погнали. Уиииии... Ну, это свой, 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 свой. Свой, чувак, извини. Вот, кабинка от первого лица. А можно камеру поменять теперь, нет? от третьего лица от первого лица вот вот это мне нравится не обманули все-таки давайте точку захватим захват цели о какой классный чувак но мы не попадаем вот понеслась вот это мне нравится тоже каловдути пошел давай раз-два-три погнали 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 минус первая кровь убил инка но это скорее суббот давай 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 ракеты разрядили ушли 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 вот рывок как раз здесь нужен да на 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 замечательно прикольно блин чем мне нравится как перезарядиться не знаю надо точки захватывать погнали так и следующая следующая точка короче это прям на респе на них а карта есть захватить цель урон конячий он сдох ты враг он вон сверху с горы поливает у меня плевает со всех сторон получай фашист гранату минус киллен спри а мужик тут говорит как в рекламе там опасно очень говорил мужик рекламе как в дотке так окей уходим 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 здоровье мало у нас пилот один надо погуглить какая дальность орудий потому что немного напрягает да ну даже если это боты то мне в принципе нравится убиваешься рэмпэйч замечательно пойдемте точку захватим рифу рывочком оба хоба давай так сделаем ах ты поливает собака прикольно это короче туровозочка да только захватывать цель не надо точнее надо захватывать цельного сведения не требуется то есть моментально захватывается клеон так от первых я не вижу свои руки не прикольно за место мне нравится немного адаптировался и все и классно и урон у этого пацана крутой я хочу вот на этом гонять пофиг что он летать не умеет зато он фигачит победа враг уничтожен но это нам дают сейчас повыигрывать ботов потом будет адок это как и в этом блин я начинал новый аккаунт в блице и прям такие знаете знаете мастер на мастере потому что там боты ну вот реально в блице боты вообще никакие то есть кто ругается что в блице на каких-то высоких левелах есть боты фигня это просто тупые игроки потому что в блице есть боты и они блин тупые вообще максимально тупые то есть у них все вот эти вот клише которые есть у ботов в каком-нибудь асалге имеются то есть ты заезжаешь за препятствия не сразу же меняют цель они лупят тебя при первой же встречи короче очень все неинтересно и бот ну реально тупенький тупенький максимум как тебе игра не знаю так купить записать ну купи хоть чего нибудь ну за полтос чувак купи ну чувак и если короче понравится то обязательно что-нибудь за донатим возьмем крутую машину вот допустим спецпредложение ну цены человеческие то есть нам предлагают купить робота за 40 с выгодой 481 процент можно взять его за 85 рублей я думаю когда выгода 481 процент это значит что он нам еще денег дадут нет ладно пофиг так открылся гризли то есть нас не отпускают теперь можно на гризли поиграть потому что может четвертый левел а где у нас левел не знаю тут есть актив не актив какой-то не будем смотреть что такое страшно так магазин а тут еще есть система деталя каких-то смотрите детальки детальки может что это такое блин у него на жопе щит у кого-то напоминает трансформеров а он трансформируется в грузовичка нет а это не этот предатор это не трансформер от предатор это не оптимус прайм или как там его звали грузовик этот трансформеров это как китайцы знаете копируют и название менять чтобы не засудили офигенно это какие-то ивенты вы пацаны да наверное купить за 14 тысяч золота мы же 160 на фармиле то есть скоро купим какой крутого пацанам господи какие не жесткие ну это этот баттл битом его даже бамблбе даже от тачки от этой перед кто ты он инвизор прикол то есть у них еще сотрите по два скилла господи кто ты ранен типа самураи офигеть вот это крутая тема блин не игра наверно классная то есть вот эти вот элементы рпг и как рпг ну торлевые элементы то есть кто-то танкует кто-то хилит кто-то там дэшит из-за спины это классно мне всегда нравилось поэтому собственно я играл в старую в старый ассалт потому что эти роли там присутствовали сейчас конечно все смазалось сейчас главное кто крутой тот крутой ну ладно давайте гризли посмотрим что он умеет у него есть форсажик как я понимаю да или кто бег скорость плюс 100 процентов на 10 секунд не очень орудия тут можно менять орудия снарядить орудия то есть теоретически можно поменять сепаратор на боттл фли а как это сделать а ну то есть вот блоки меняются то есть тут к танку к танку извините пожалуйста меня к роботу не привязано ничего то есть хоть чем можешь ставить главное чтобы они отличались они просто шкурка менялась дам то есть все есть на дайте на стоке покатаемся посмотрим все равно против ботов играем дам ада пора бы уже против людей поиграть кстати здесь пушечки у нас видны то есть на том роботе просто были ракетные установки такие маленькие да ну клево что можно орудия это комбинировать так ближайшая точка где наверно цешка погнали на цешку ускорял чеку рубаем захват цели смотрим как мы стреляем ну просто мини ганщики короче это не особо как клево на самом деле у меня прям кто лупит первая кровь а кто его убил вот тут походу же игроки пошли давай вперед 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 так можно третьего лица уйдешь ты как-то неуверенно неуверенной походочка такой тиньди динь 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 захватываем цель пацаны летят с небом а почему мы стреляем дурочки так захватить цель получаю 450 метров далековато вот до 400 уже нормально фига мы ему сносим жестко вот это мне нравится что они худые то есть реально кого-то убить как перезарядиться я не знаю перезарядиться ландовать попробуем его чё делать если он меня такую просто кто кого перестреляет это немного ну не знаю не то чтобы неправильно но допустим сейчас у меня здоровье уже мало смысла мне на этой точке нет и киев я давайте на ту побегу побежали им ай 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 и прыгать даже нельзя вот он сзади вышел сволочь и то есть он меня все как бот это или не бот фокусит я ничего ему сделать не могу да правильно я правильно понимаю так приблизить не хочу приближать следующая цель следующая цель вот она далековато то есть теоретически зная врагов зная их вооружение можно играться с расстоянием ну блин я коцаны то есть если у меня сейчас будет поливать то у меня сто процентов убьет у него какая-то штука и стрит но пока мы их убиваем но это как-то неправильно на мой взгляд так точку берется третья собака кто ты кто-то 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 были бы кинь тут еще и хилящие классы что ли я не знаю вот до меня достает фига себе жестко надо как-то на дэшку взять давайте погнали на дэшку вперед от первого лица побежал а в жопу стреляет бегаю 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 что такое вкл выкл я не понял это что такое типа ну типа он вперед шагает да ясно по какому-то грунтому хуже а у нас скорость это баф скорость упал окей 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 но все равно вроде тащим сейчас точку захватим по графике мне нравится то есть она такая простенькая ничего сверхъестественного так инверсия нет от третьего лица убрали вот ну-ка давайте я стрелил когда она перезарядиться никогда до кнопки перезаряжения так не нашел захват цели приблизить ну и ладно погнали убивать людей от первого лица конечно так продолжить неудобно когда мои толстые сосиски нажимает сразу несколько кнопок так цель вижу далековато цель следующая дайте прям можно релеплеить голосом робота говорить давай быстрее вперед так сдох мы к нему шли-шли он сдох ничего страшного так робот этот мне не особо нравится с ракетницами был веселей но у него там свои кита не достать недостатки скорее всего есть 9900 здоровье у нас так захватываемся сразу лупится сама почему сразу стреляет сама ну пусть стреляет господи в то что наверное цель захвачена давайте проверим наш теорию смотрите враг не в прямой видимости и мы в него не стреляем ну-ка если он будет радаун смотрите пушки разворачивает а сейчас цель это скинул прикол чувак как говорится мыль запу сейчас мы тебя идем убивать как-то ну то есть те ноги есть но ты наступить на высокое препятствие не можешь ну кстати по 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 модели ходьбы мне нравится то есть знаете иногда бывает такое что в играх не проработана модель ходьбы и ты как бы буксуешь на месте тут именно шаг за шагом ты идешь все нормально все короче пока шли он сдох ну чего могу сказать здесь есть таблица вообще результатов нет по моему боты опять одни были мы как в сухую всех выигрываем хватит уже надо уже людей живых пускать чтобы они нам по щам давали да так какой нас левел новый робот будет нет да мне вот статистика player 1 был точно 2 player точно был dark hunter какой-то чукова чутки тут мы прям смотрите пятерых завалили столько счет пипец дам скорее всего батым так выгода предатор тот который мы смотрели он топовый за 85 рублей ценники тут дешевые короче можно даже за донатить а смотрите что еще тут нашел тут какая-то история боев то есть можно поиграться потом посидеть рекламку посмотреть и бонус получить прикольно удобно мне кажется дамп клево а также чего у нас тут еще есть у нас есть тут еще акции замечательно я вот сюда хотел нажать а бэзэшечки есть то есть можно теоретически формить даже голду потому что вот голда нам сыпется за бэзэшки они простые то есть нанести повреждений уничтожить роботов сыграть бой а почему один то мы же штуки 3 уже сыграли наверное первые два с ботами не считались или чем ладно неважно клево 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 мне нравится так чё у нас тут еще есть я хочу посмотреть вот геркулеса как его можно улучшить снарядить оружием то есть теоретически сюда можно поставить ракетницы вот чем вот эти ракеты отличаются от а подождите у нас сейчас вас по стоят до 22 вас по они круче чем боттлфли окей с боттлфли муж стреляли они были не особо то ракетами следующие ракетки вот такие вот а можно на них посмотреть самонаведение снаряд преследует захваченную цель урон по площади поражает все цели в радиусе игнорируют физический щит клево блин тут у каждой так пушки что ли написано игнорируют энерго щит урон по площади игнорируют физический щит то есть вас по которые у нас сейчас стоят они не самонаводящиеся то есть они прям по цели летят ну как эти были нуры или как они там правильно называется так что у нас тут 6 навесная стрельба снаряд летит по параболе урон по площади короче много всяких разных фишек это клево мне нравится давайте еще за херкулес этого сыграем и будем наверное потихонечку помаленечку заканчивать да а и так мы приземлились сразу же на точку б.м. а как посмотреть игроков плеер игра вот понятно тут player уже идут он стричь как не долбят хорошенько клево так захватываем цель первая кровь кто-то пролил то есть вот сейчас уже живые люди пошли ай-яй-яй-яй как вы собаки тот душите меня прямо от первого лица приблизить ай я ничего не понимаю ну держись засранец так отдалить вражин короче долбец я еду просто смотрю так у нас есть первое первый голубчик но далековато далековато точнее как далековато он спрятался сволочь нифига тут замес идет жесткий так цель захвачена выпускаем град ракет рада татата 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 и замечательно все убегаю 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 хоба а прикольно мы прямо на джек на джетпаках на таких летаем здорово вы точку т.ц захватить пацаны пацалямбусы так следующая цель мне она не устроилась приблизить следующая цель. Неудобненько немного. Так, этого можно следовать. Погнали. Хоба. Та-да-дан. Та-да-да-да-да-да-дан. Убили. Х2 урон. Замечательно. То есть, уже видно, противники отличаются. То есть, они прям, когда тебя видят, начинают фокусить. То есть, это как минимум какие-то, ну, плюс-минус живые. А может и нет. Не знаю. Давай, 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 давай. В сторону. Давай, ну, пацан. Е-е-е, Келлен Спри. Дам прям говорить так. Не знаю, слышно вам, нет? Но я услышал. Так, я не... А, они потихонечку сами перезаряжаются. То есть, ну, это хорошо, это клево. То есть, накопил буст, стрельнул. Это как последовательная зарядка в этом, в Блице. Я, кстати, сегодня купил эту P-44 Пантеру, короче, с такой же пушки. Сразу же пушку взял. Чтобы не париться сильно, да. Замечательный танк. Мне понравился. Сразу камуфляжик этот. Быстрый или как он там называется взял. Правда, двигатель еще стоковый, так что он не особо быстрый. Не особо резвый, да. Следующий отцель, вот ты. Давай, стреляй, че стоишь. Шикарный танк. Прям б-б-б-б-б-б. Расстрелял, убежал. Клево. Чувак, ты идешь на смерть. Сейчас я немного залп подкоплю, и ты умрешь. Надеюсь, это был не френдли фаер. Извини, мужик. Роботеки. Клево, мне нравится. Крутая игра. Я, наверное, ее пока оставлю до той рекомендации, которую вы сами понимаете, о чем я говорю. То есть, о всяких вар-роботах. И поиграю немножечко по потею. То есть, в принципе, можно. Если вам интересно, вы можете написать в комментариях, и мы продолжим знакомиться с этой игрой. То есть, будем покупать всякие донатные танчики, танчики-роботы. Смотреть, чем они отличаются, на чем лучше играть, какие метовые сборки можно использовать. Ну, пока вот, метовая сборка классная. То есть, прямо аннигилирует все подряд. Х5 убийство. Круто. Мне нравится. Ну, естественно, возможно, это какие-нибудь боты, либо какие-нибудь улучшенные боты, которые немножечко начали лучше стрелять. Потому что первый раз... Поначалу меня приняли. Да. Опять-таки же, после прокачки, наверное, сильно будет разница. Когда у чувака там не один пилот, а десять, ты его сливаешь, он появляется снова. Ну, это уже, как говорится, другая история. Пока мне все нравится. Пока я не вижу никакого... О, собака такая же, смотрите, жесть. Улетай, улетай, улетай. Давай, давай еще. Да, мы его убили. А почему он такой жесткий-то? У него такие же орудия были, как у меня. Я ему снес вообще, как этот, как не знаю, чем. Может, тестовый еще один боек? Ну, я вот прям что-то наигрался, да. Хе-хе. Жесть. Итак, ребятки, что мы имеем? Во-первых, у нас выполнилось какое-то задание, и мы нафармили 18 золотишка. Ау. Да. Скорее всего, золотом. Клево. А также по пилотам можно набрать второго пилота. Всего лишь 10 золотых. Стоит мы его взяли. Еще один пилот стоит 100 золотых. Сразу же беру, чтобы было круто. Теперь у нас есть три пайлота, и три робота можно в бой заныкаться и прям тащить до талого. Клево. То есть, это аналог золотов в Ассалке. А дальше, по режимам я здесь ничего не нашел. То есть, режимов тут нет. Дальше. Гильдии. Гильдии, кланы и так далее. Я тоже ничего не вижу такого. Поддержка, профиль, настройки и так далее. То есть, ничего такого нет. То есть, социалочки тут пока что я не нашел. Возможно, она где-то есть, но я ее просто не вижу. Но я вот все облазил и не могу найти. Поменяем потом ник. Сделаемся крутыми. Будем качаться. И качаться будем до Хантера, наверное. Ограничения только, как я понял, по левелу аккаунта. Потому что я ничего не покупал. Они сами все появляются. Их можно как-то качать, но они очень много времени требуют. Кстати, походу, Мантус у нас прокачался уже, что ли. Давайте Геркулеза качнем быстренько. Мгновенное первое улучшение. Замечательно. Второе сразу же качаем. То есть, мы сейчас улучшаем именно корпус. Но, если мы зайдем в оружие, оружие тоже можно улучшать. Или нельзя. Ну, вот оно первого левела. То есть, его можно улучшить. Оружие не с корпусом делаются. Окей. Ну, клево, что. Так, какой левел? Еще раз давайте посмотрим. Кризли есть. Он мне не понравился. Мантис. Ну, такой тоже какой-то неочемный пацан. Только что летает клевым. Так, у всех этих пацанов с ангара. У них по одному скиллу. Даже у самых продвинутых один. А вот какие-то с магазина донатные за кусочки. Докупить. А где их покупать-то? Где вообще кнопочка магазин? Где кейсики? Где донаты? Я не вижу. Так, докупить. Как это получается? А, ну, то есть, ты просто покупаешь за золотишко и открываешь. Так, что ли? То есть, давайте посмотрим, сколько золота стоит. Самый крутой танк. Это робот, извините. То есть, а они все стоят 10 тысяч кусочков, да? Вообще все. Да, все 10 тысяч кусочков стоят. Но! Четвертый левел. Пожалуйста. На четвертом левеле он просто откроется и будет крутой? Либо что? Давайте качнемся, может, до четвертого левела. Сколько у нас осталось? Плеер тыры-пыры. Чуть-чуть осталось. Давайте я хочу просто посмотреть. Левел 3. 4 победы, 5 боев. А что мы один бой проиграли, когда успели-то? Интересненько. Короче, приземлились сразу же опять на точку. Захватили ее. Клево. Может, на цешечку побежим? Там мы еще не бегали. То есть, мы прыгаем. Мы молодцы. Прибежали. Очень быстро. Так, по нам уже стреляют. Далековатая цель. Ну, мы ее убьем сейчас, да. Короче, подсказочка какая была. Плеер против плеера. Клево. Что если дроподом упасть на противника, нанесешь серьезный урон. Не будем это пока проверять, но если кто-то нас будет пушить, то, возможно, сделаем страйк какой-нибудь. Так, точку захватили. Побежали туда. Так, захват цели есть. Ну, вот, они по прямой летают. То есть, а, нет, смотри, попадаем, попадаем. Ну, нормально. Че нет-то? Че? Прикурил, чувак? На-на-на-на-на. Нормально. Сыкарненько. Короче, все, он прикурил. То есть, можно прям кайтить туды-сюды пацанов. То есть, так хи-хи, вправо-влево, вправо-влево. И будешь убивать. Вот они, кстати, идут. Голубчики идут. Куда идете-то, пацаны? Гоп-стоп, мы подошли из-за угла, да? То есть, прыгаем. Система работает. Правда, тут чувак кормой стоит. Мужик, стой! Я пошел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, он прям присосался, сволочь. Ну, вот она. Минус какой у роботика, что он сосет, когда заканчивается обойма у него. Ничего сделать не может противнику. А так он нафигачивает круто. То есть, ракетные установки, это круто. Захватить цель. 300 метров, наверное, попадем. Давай-давай-давай-давай. Приблизись. Следующая цель. Да ладно, в этом полупим. Давай, мужик, стреляй. Минус. Мы на крышу закинули, смотрите. Клёво. Интересно, нам хватит сейчас опыта? Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас умрем. Нет, убийство. Рэмпэйдж, они сдохли. Да мы крутые вообще. Победка. Не знаю, батэ это или нет, но мне нравится. Пока все здорово. То есть, ты не испытываешь никаких трудностей в управлении, как в каком-нибудь танк-форсе, где ты едешь вправо, танк едет влево и так далее. То есть, все максимально лучезарно и без проблем. Так, вы получили четвертый левел. Давайте вот, что мы хотели сделаем. Сейчас посмотрим. Так, сохранить. Да, я все сохранюсь, просто чтобы сейчас времени не тратить. Заходим в магазин, у нас появился чувак за 550 голды. Но мы ее, блин, всю потратили. Что у нас тут появилось? У нас тут появились какие-то кнопочки. Магазинчик. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Скорее всего, какие-то будут донатные штуки. Докупить, а это что такое? Продажа компонентов. Можно продать компоненты за что? За детальки. То есть, мы продаем детальки, потом за эти детальки покупаем другие компоненты или что? Ну, клево, что оружие. А как посмотреть характеристики? То есть, можно создавать их. И я думаю, что какие-нибудь топовые оружия, они прям крутые. Давайте посмотрим, как это все делается. Это что за кнопка? Пустой слот. Мастерская. Я здравствую. Идти поставить за 70К. И что, нам дадут 800 деталек за 70К этих денег? А я не хочу такую фантомку. А, ну так, больше производства. Все ясненько. Не, ну надо ставить. Что, пустые слоты, это плохо. Так, что такое? Новый уровень мастерской. Детали, что доступно? Окей. Нам что-то дали доступно. А какой-то харвестер нам есть. Можно сделать. Осталось что? 19 200. Это что значит вообще? Я не понимаю. Но давайте ставить. Что бы нет там? Я хочу третий левел. Сделать плюс 6 очередь длинная. Перевод хороший, да. Третий левел нам еще что-то даст. Ну давайте шестеренки поставим. Господи. Почему бы нет? Окей. Все, мы зарядились в очереди. Когда их сделают? Через 30 минут, наверное, да? Окей. Через 30 минут зайдем, посмотрим. Ну уже, ребятки, без вас ссорим. Как-то так, да. Ну что, ребятки, тогда будем заканчивать. Все элементы геймплея мы, наверное, уже посмотрели. Тут бонусы, не бонусы за первые эти. Скорее всего, гильдия откроется потом. Точнее, клан или как они там правильно называются. На левеле 10 аккаунта. Чтобы их не плодили и ничего не делали. Как во всяких разных играх. А так, наверное, пока что будем заканчивать. Так что, игру мы посмотрели. Мне шикарно она понравилась. Ничего плохого я в ней не увидел. То есть, реально крутая игра. Можно побегать, повеселиться. Кстати, предатор с тремя вот этими пусковыми установочками. Он, наверное, лица вообще всем ломает налево на и право. Короче, возможно, в следующей серии, если это все, конечно, зайдет, мы что-нибудь донатное купим. Посмотрим. Там какой-нибудь танчик за 50 рублей или что-нибудь там предлагали. Так, еще одну БЗшку сделали. Замечательно. Золото теперь у нас заварилось. Еще что-то горит. Но, наверное, не пропадает. Ладно, пофиг. А пока что на этом все, ребятки. Еще раз. Всем спасибо за просмотр. Всем пока играть в крутые игры. Скоро продолжим, возможно, в нее играть. Да. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok